Закрываем машину, нажимаем на кнопочку, машина закрыта, а мы с вами, видите, прекрасная погодка, сейчас здесь такой ветерочек, и мы с вами пойдем, пойдем, в одной руке эспандер, и мы его будем так сжимать, хотя первый круг я сделаю так, чтобы показать дистанцию, по которой я хожу, руки можно в карманы, в шапочку желательно потеплее, идти побыстрее, и тогда будет то, что надо, еще разок напомню, моя задача, не столько сердечно-сосудистую систему потренировать, хотя и это важно, более важно, с помощью движения прокрутить лимфу, в которой образуются лимфоциты, для того, чтобы она очищала организм, для того, чтобы межтканевая жидкость не застаивалась, не созревала, то есть не уплотнялась, и процессы старения, грубо говоря, шли более медленно, я, конечно, не за то, чтобы там отодвинуть старость, омолаживаться, просто естественное желание быть здоровым, когда ты здоров, и когда ты болен, это две большие разницы, особенно с болями, с суставными болями, в спине, в суставах, да и так ты, как развалина, а когда ты занимаешься собой, уделяешь себе время, вот, а его надо обязательно выделять, вот я с утра встал и пошел, тогда ты чувствуешь результат, и занимаешься этим делом, и, конечно, это дело надо полюбить, видите, никого нет, никого нет, все чем-то заняты, кроме, кроме своего здоровья, а потом, когда заболеют, идут в больницу лечить и нас, а больницы не помогают по той причине, и врачи, что человек сам своим образом в жизни создаёт предпосылки для того, чтобы быть больным, поэтому он продолжает вести тот же самый разрушающий его организм образ жизни, и никакие лекарства это сделать не могут, более того, просто-напросто они ещё добавляют нагрузку на организм, попадая внутрь, они растворяются, растекаются, по межклеточной жидкости, и создают дополнительную нагрузку, поэтому идём и радуемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ден client Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и совсем недавно Вы знаете Для себя я узнал такую вещь Хотя я QST Хотя этим много занимаюсь И так я чувствовал Для человека существует два естественных естественно здоровых для него положение тела это ходьба положение стоя естественно и положение лёжа эти два вида благоприятны для движения лимфы по организму все остальное сидение еще какую-то в машине нахождение пережимает ноги пережимает эти все сосудики и более того но одно дело бы пережало да а совсем другое дело что оказывается достаточно переживания лимфатических протоков для того чтобы они разрушались представлять то есть сиденье мы наносим себе вред естественно не сразу сказывается мы там разрушили потихоньку раз за разом увеличивается и в итоге наши без всяких там целлюлитных явлений а то мы разрушили сиденье вот эти все лимфатические протоки в них перестали работать клапанки перистальтика они раздулись из-за того что здесь пережата как шарик когда мы надуваем и появились вот такие вот и целлюлит и проблемы уже с кровеносными сосудами ну естественно как эффект некрасивые вещи на ногах вообще тело с возрастом теряет свои естественные формы я уж и питание молчу вот хороший такой темпик мы взяли и гоним в камышах водится фазаны вот один кружок мы сделали пойдем на второй вон они гарпунеры собрались и рыбалит а мы пошли на второй круг очень хорошо почувствовать себя слившимся с природой и то что вот она такая холодная вот эта вот стихия ветра хорошо уже это дает колоссальное оздоровление какой-то особой любовь к жизни понимаете все это можно почувствовать вот когда вы двигаетесь двигаетесь двигайтесь среди природы вот это приходит такие интересные мысли а когда здесь живешь какая там мысль приходит тупо смотришь телевизор смотришь чью-то там жизнь сюжет чтоб тебя захватили там каким-то таким эмоциональным переживанием ну не то не то нету той радости понимаете от общения которая должна быть что-то что-то сообщает что-то сообщает ну что-то что-то спортивная база ребятки мы ходим а попутно казачий ход раз сжали сжали кист работает ножки ветер шумит в деревьях вот такие шумы естественные они как-то нас подпитывает а в такой среде которую мы создали в квартирах домах тем более включая музыку телевизор это уже а это все таки действует действует то есть вот природа вот эти все шумы запахи вот эти все естественно цвета они обогащают нашу жизнь подпитывать через глаза через слух через обоняние вообще аурой мы все это ощущаем великое дело мы частицы природы если вы хотите здоровья то она нам ее не дает поэтому к ней надо быть поближе смотрите какая красота дерево борется различные были повреждающие вещи на нее она выстояла залечила себе узлами смотрите какая тяга к жизни пенек срубленный гнилой а корень дает жизнь а красота так вот корень наш в природе природе там глубоко глубоко питается питается такими энергиями которые дает матушка земля ветер небо открытый космос травушка муравушка зелень и все это нас а питает поддерживает особенно если мы сами поддерживаем матушку землю тут что-то тут налаживаем такое заботимся ты она нас заботиться а так мы становимся чуждыми природы и она нас просто-напросто за счет наших же глупых действий убирает красота зель и не забываем сокращать об нажимаем сразу же работает рука целиком сильная кисть сильное сердце и вот так вот заряжаясь от матушки природы с утра особенно если вы за прошедшую жизнь сумели так сказать сделать так чтобы могли себе позволить прогулочку эту прогулочку всегда можно позволить на работу идти встаньте раньше пройдитесь либо вместо того чтобы поехать пешком хотя бы часть там расстояние то есть как-то призывать вас к этим вещам взрослого человека уже как-то не серьезно просто каждый из нас должен самоподелиться и самое важное это самодисциплина организовать свой день так чтобы в нем хватало время и допустим на прогулку понимая что это не просто прогулка это очень важное мероприятие по вкладу вашу будущую жизнь ваше будущее здоровье вот тогда мотивация совсем другая и вы уже это делаете плюс значит чтоб это было и работа чтоб это были и какие-то развлечения у вас то есть спектр такой широкий жизни был закрыт ну тогда жить интересно а когда пашешь на нелюбимой работе живешь с нелюбимыми людьми все становится настолько тягостно что знаете жизнь 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 становится какой-то обузой и нездоровая жизнь больная жизнь это обуза поэтому вот нам дается время время жизнь для того чтобы мы включили свой собственный ум и смогли поменять все отношения к жизни путем работа над самообразованием самодисциплины распределение своего распорядка дня могли так сделать чтобы были здоровые в меру успешные и радовались жизни получать получать тот опыт который необходим нашему духу для совершенства ведь мы то должны совершенствовать дух дух делает душу дух делает тело для того чтобы накапливать опыт а мы думаем тело для того чтобы получать только удовольствие душа там то же самое эти два понятия с позиции восточной философии и вообще жизненного опыта если вы так вот присмотритесь к себе прислушаетесь где-то даже вспомните свои прошлые жизни какие-то знаете отголоски их потому что вспомните не всем дано но отголоски каждый может вот вы поймете что на самом деле вернее кто старший дух а все остальное временно и тогда смело начнете действовать да вот второй кружочек мы заточили камеру я оставлю чтоб ее больше не тягать два круга и еще сделаю несколько кругов для того чтобы набрать с утра уже набрать ту оздоровительную нагрузку которая нам нужна в течение двух так мы с вами два круга сделали 2,1 километра шаги 2862 шага все пойдем дальше все все Продолжение следует...